сегодня мы поговорим с вами про фламулину бархатиста ножкова вот сейчас я встретила ее на этом старом срезанном дереве каком-то лиственном дереве и посмотрим на нее поближе что это за фламулина зимний опенок ну вот встретилась мы не фламулина вот так вот конечно это у нас при дороге брать мы ее здесь не будем но по крайней мере в таком количестве разновозрастная я могу вам ее показать этому на прогулочки с доченькой решили сказать увидеть что выросло в этом парке вот эти вот тонкие-тонкие нити это у нас фламулина фламулина можно брать деткам бери можешь вырвать один грибочек только с ножкой вырви его давайте покажем ножку ножка у нас черная сверху светлая к низу темнеет и она бархатная очень бархатная ножка пластинки у нас в ножку не переходят заканчивается в один прекрасный момент зеленая где зеленая да это кусок коры дерева и вот в оранжевых тонах шляпка неравномерно она окрашена понюхай пахнет хорошо да это гриб съедобный фламулина бархатиста ножкова это еще считается зимний опенок сегодня нас 27 октября и пошел зимний гриб вот моя помощница сегодня со мной решила посмотреть что у нас выросло ну и вот нашли мы уже зимний опенок несмотря на то что до зимы еще далеко не зависит произрастание этого гриба от сезона начинается он иногда даже в сентябре месяце были такие случаи и плодоносит до мая месяца растет он кучно никогда он не встречается по одному на данный момент усеяно абсолютно все дерево этими бархатными ножками с оранжевыми шляпками полный достаток света у этого гриба поэтому у него ножки темные маленькие его не страшно брать руками это тот гриб который даже сыры можно кушать видите все определяется по ножке только по ножке посмотрим какая фламулина в серединке видите волокнистая ножка внутри она уже не черная внутри она уже светлая и у нас очень-очень такие широкие пластинки на срезе ножка цель так что вот такой вот он зимний опенок и сейчас уже растет на лиственные деревья и и Субтитры создавал DimaTorzok